Вот так празднично и торжественно началась церемония принятия присяги учащимися 5-го военно-патриотического кадетского класса средней школы номер 35 города Бреста. История кадетства здесь зародилась еще с 2013 года и с тех пор не прерывалась. В 2020 году первые выпускники военно-патриотического класса покинули стены учреждений образования. Новое пополнение в рядах кадетов здесь каждый раз встречают с гордостью и особыми надеждами. Мы все вместе работаем над воспитанием личности, воспитанием чувств гражданско-патриотического воспитания. Очень хотелось бы, чтобы вся работа не прошла даром и каждый ребенок был на своем месте и никогда не сожалел, что он когда-то стал кадетом. Традиция хорошая, мы это понимаем, она очень важна. Мы поддерживаем всячески стремление других учреждений создавать у себя военно-патриотический класс. Может быть и не каждый учащийся выпускник этих классов станет студентом специализированного учебного заведения, военной академии, института пограничной службы, академии МВД. Но то, что он будет гражданином и патриотом своей Родины, то, что в нем будут заложены вот эти лучшие качества, это не подлежит никакому сомнению. В этот день волновались многочисленные гости, учителя, родные и близкие, а больше всех, конечно, сами пятиклашки. Ведь впервые в жизни каждому из них предстояло произнести клятву кадета. Быть образцом в учебе и поедении, клянемся, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, клянемся, жить, учиться и творить во славу своего Отечества Республики Беларусь, клянемся, клянемся, клянемся. Сегодня особенный день, потому что мой сын принимает присягу в кадетский класс. Мы им очень гордимся, надеемся, что он вырастет добрым, сильным, мужественным и будет настоящим защитником нашей Родины. Мы действительно видим, что эта школа воспитывает в мальчиках настоящих мужчин, девочки становятся более дисциплинированными. Поэтому я думаю, что каждому нужно выбрать эту школу, выбрать этот класс. И дети, которые учатся, мамы и папы, очень гордятся своими детьми. Белоснежные воротнички, военная выправка, нарядная форма – все в такой момент должно быть безупречно. Каждый из ребят готовился к важному дню, мечтая стать кадетом и в то же время понимая, что это звание ко многому обязывает. Я считаю, что настоящий кадет должен быть всегда достоин всего, потому что он помогает пожилым бабушкам, он должен помогать слабым, ведь это правильно, ведь кадет – это очень достойно. Я хочу стать кадетом, потому что у меня большая часть военнослужащая в семье, и я сама такая боевая и активная. У нас учат патриотическому воспитанию, оно должно быть премьерным, постоянно и везде. С таким подходом неважно, будут ли эти ребята служить в стране на гражданском или военном поприще. Главное, в кадетском классе будет заложена основа для осознанного выбора их будущей профессии. А этот торжественный день каждому из них запомнится на долгие годы.